Давно хотел у вас спросить, какой ваш самый любимый онлайн шутер? Нравятся вам больше реалистичные шутеры или фантастику предпочитаете больше? Но сегодня мы с вами поговорим про одну из самых популярных игр из жанра онлайн шутеров. Всё же вы знаете такую игру как PUBG. Игре на данный момент уже более 5 лет, и за это время PUBG успел увидеть многое. Знали вы, что PUBG является основателем такого жанра как Королевская битва? И на релизе PUBG играло больше 1 миллиона человек. Однако за всё время у игры было много как взлётов, так и падений. И сегодня мы с вами обсудим как играется и стоит ли играть в PUBG в 2022 году. Присаживайтесь поудобнее и не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А мы начинаем. Какой может быть сеттинг у игры в жанре Battle Royale? Я игры такого жанра делю на два типа. Первый реалистичный сеттинг, а второй фантастический. Как тот же Fortnite, который долгое время являлся главным соперником PUBG в году так в 18. Честно говоря и в PUBG мы сможем найти скины снеговиков, пиратов. Но всё же относить PUBG к фантастическим играм это было бы кощунством. Начинается игра с выбора карт, но тут сразу возникает проблема. Карта выбирается рандомно и может быть такое, что свою любимую карту вы будете ждать очень долго. Также хочу отметить один из самых главных минусов игры. Это долгая загрузка. В игре онлайн составляет 300 тысяч человек, а вы должны ждать минуту, а то и две, пока наберётся нужное количество человек. Также неприятен насчёт тот факт, что на разминке у вас не будет оружия. И вы будете или просто стоять, или кидаться яблоками и снежками. Далее давайте обсудим смысл игры жанра батл рояль, а именно игры PUBG. PUBG вам предстоит миссия такого выжившего, которому надо собрать оружие и припасы так, чтобы вас не убили в самом начале игры. Вообще весь смысл PUBG это 80% игры вы лутаетесь, а то и все 90%, а остальные 10% вы ведёте перестрелку. Чаще всего на дальней дистанции. Сразу хочу сказать ещё про два очень больших минуса в игре. Это боты и читеры. Если вы думаете, что сразу вас будет кидать к настоящим игрокам, то вы глубоко заблуждаете. Сначала вы будете должны пройти так называемый калибров и апнуть 85 уровень. Или можете купить Battlegrounds Plus за 13 долларов, тут уже и решать вам. Но до 85 уровня вам предстоит не только наиграть 30 часов с найтупейшими ботами, которые у вас даже попасть не могут, а также это время не научит вас правильно и хорошо играть, так как реальные игроки намного сильнее обычных ботов. Что говоря про читеров, то они есть почти в каждой онлайн игре. Только некоторые игры решают эту проблему, а PUBG делает игру бесплатной и добавляет ещё больше ребят с читами. В PUBG есть огромное количество оружия на любой вкус. Если вам нравится перестреливаться на ближних дистанциях, то для вас есть дробовик. Если вам нравится более скорострельное оружие, то есть автомат. Но всё же я вам советую брать и учиться играть со снайперскими винтовками, так большинство перестрелок у вас будет на дальней дистанции. Также мне кажется хороший плюс, что оружие в игре имеет свой паттерн, это даёт разнообразие и некоторую сложность в игре. Спустя 7 лет после релиза PUBG выходило огромное количество обновлений, которые меняли игру то в лучшую, то в худшую сторону. Совсем недавно в PUBG вышло обновление, которое включало в себя вызов БТРа с помощью сигнальной ракеты. Также с её помощью можно вызвать парашют, которые переместятся в любую точку карты. Так что хочу сказать, что за 7 лет PUBG кардинально изменился. Вот мы и подошли к главному вопросу видео. Как играется PUBG в 2014 году и стоит ли в него играть? Вы должны понимать, что PUBG является тактическим и медленным шутером в жанре батл-рояль. Если вам нравятся такие шутеры, то PUBG вам зайдёт на ура. А вот если вам больше нравятся такие шутеры как Apex, то PUBG вам скорее всего не понравится. Также готовьтесь к тому, что вы должны будете наиграть порядка 40 часов до того, как играть с реальными людьми. Я надеюсь, что после просмотра данного видео вы ответили на свой вопрос. Если вам не сложно, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. Спасибо за просмотр и не переключайтесь.